Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о смерти гражданского активиста Дулата Агадила в СИЗО Нур-Султана. Это у нас в гостях Замир Каражанов, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 25 февраля в СИЗО города Нур-Султана при странных обстоятельств погиб задержанный гражданский активист Дулата Агадил, 43 года. Версия полиции, мягко говоря, сложная. Это, конечно, не зверское самоубийство Заманбека Нур-Султана, но все-таки говорит, что человек умер от сердечной недостаточности на фоне злоупотребления алкоголем, при том, что знакомые и близкие говорят, что он вообще не пил. И вот главное, скажем, даже не в этом. Главное в том, что реакция из Госдепартамента США, из посольства Великобритании, из БДИПЧ-ОБСЕ, она поступила раньше, чем от президента страны Касым Жемарта Такаева. У вас есть объяснение, почему власть так медлит? Ну, я думаю, что, в принципе, здесь такова ситуация. То, что касается БДИПЧ-ОБСЕ и Госдепартамента США, то, естественно, конечно, у них такая ситуация всегда находится на кончике карандаша. То есть они отслеживают события, которые происходят в мире и в таких странах, как Казахстан. Вот касательно гражданских активистов и гражданского общества. Потому что, конечно же, сама внешняя политика Америки, Европа, кстати, ОБСЕ, она как раз покоится на том, что право человека должно соблюдаться. То, естественно, конечно же, вот этот инцидент, он быстро привлек их внимание. Естественно, как говорится, было сделано заявление. Я думаю, что, в принципе, здесь достаточно серьезные риски для Казахстана, для внешней политики Казахстана. Потому что, конечно же, за нами вот эта ситуация будет сохраняться, имеется в виду то, что произошел такой неприятный инцидент. Естественно, конечно же, вот это обстоятельство, оно будет все время, наверное, где-то нас что-то преследовать. Имеется в виду то, что если ОБСЕ будут делать доклады какие-то, либо Госдепартамент будет делать какие-то доклады, то эта обстоятельность, ситуация, она, конечно, будет находить свое отражение. Так что, в принципе, мы такие заявления видим от Госдепартамента, буквально по всем странам, где происходят такие неприятные случаи. Особенно, когда это касается госорганов. Ну, в данном случае, полиция. Это однозначно, конечно, такая ситуация произошла, и она очень, скажем, привлекла быстрое внимание. И для Казахстана это, я думаю, что очень приятный инцидент случился. То, что касается же позиции Казахстана, и в данном случае президента, то я думаю, что общество, оно действительно будет ждать этого заявления. Потому что, действительно, даже безотносительно, кто был этот человек, не беря этот в расчет, мы все должны понимать, что мы живем более-менее в правом каком-то государстве, в правом поле, а не живем в каком-то полицейском государстве, где, как говорится, в СИЗО люди просто гибнут. В конце концов, государству нас действительно бралось на себя обязательство обеспечивать безопасность граждан, независимо от того, где это происходит, на улице или, как говорится, в полицейском участке. То есть, однозначно, здесь должно происходить, пройти тщательное расследование, как это так случилось. Потому что государство, по сути, у нас, получается, не выполняет свои обязательства перед гражданами. Так что, я думаю, что такое заявление обязательно должно произвлечь, в том числе, наверное, и со стороны господина президента и нежестоящих органов. Я думаю, что по результатам этого расследования должно, я думаю, быть какие-то выводы. Имеется в виду, все-таки, почему человек, даже если от сердечной какой-то недостаточности погиб СИЗО, я думаю, что это тоже, как говорится, предмет для разбирать, если ему не оказали помощь экстренную, как можно людей туда брать СИЗО под расписку, что в конце концов, когда он зашел туда, живым-здоровым, он оттуда выйдет. Хотя это должно быть по определению. Просто, если обратиться к заявлению правозащитников, споры в соцсетях, здесь нет такого понятия, как слабое звено. Здесь все звенья слабые. То есть, получается, человек находился под подпиской о невыезде, не нарушал режим пребывания. Его пришли из дома, забрали в наручниках, не оказали... То есть, можно было бы же и без этого обойтись. По факту. Не оказали должной медицинской помощи, не было заявлено со стороны властей, что будет проведено тщательное расследование, все виновные будут наказаны. И плюс еще полицейская версия, которая не выдерживает даже предварительной критики, скажем, внешней, поверхностной. Вот в этой связи здесь как что-то делать, если все звенья слабые? Вообще сейчас у нас реформа МВД идет? Ну, вы знаете, ее постоянно декларируют, эта реформа МВД. Но на самом деле мы не видим какого-то конкретного результата от этой реформы. Потому что, вы сами знаете, у нас ей преступность, честно говоря, она и никак не падает. Потом сама полиция, буквально недавно тоже был инцидент, когда просили полицейских оказать помощь, вызвать там скорую помощь. И тем не менее, как говорится, вежливости такой со стороны полиции не было, скажем, оказано нашим гражданам. Хотя, опять же, по определению полиция должна помогать гражданам. То, естественно, вот эти все моменты, они присутствуют, и они как раз говорят о том, что все-таки в МВД, несмотря на эти декларации реформ, требуются реальные реформы. Просто не фасадного какого-то рода, а конкретно проводить реформы. Потому что, знаете, у нас и в МВД, численность сотрудников МВД, она достаточно высокая. То есть, в Казахстане, по-моему, где-то в десятку стран мира входит по количеству полицейских на душу населения. На душу населения. Хотя, на самом деле, у нас и население-то не такое большое, понимаете. Проблема же в полиции не в том, что сколько в ней работает, а насколько эффективно работает каждый сотрудник, понимаете. И имея такой штат полиции, допустим, и при этом, как говорится, происходят такие преступления резонансные. И они касаются, допустим, вот этого случая. Ну, вы знаете, у нас есть, что произошло с олимпийским чемпионом. В центре города. Да, в центре города. Причем, на следующий год, прямо в том же месте, опять же, повторюсь, уже столько с другим чемпионом, по-моему, сколько это можно, может, вот такие вещи повторяться. То, естественно, все вот эти обстоятельства, они указывают на то, что все-таки в МВД надо проводить реформы. И реформы надо проводить в самой структуре, и большие вопросы даже к тому, кого туда набирают. Вспомните, советская практика, то есть, в милицию попасть это было очень сложно, ты должен был характеристики собрать хорошие. Быть комсомольцем, быть еще комсомольцем, отслужить в армии. Да, и те, кто давали характеристику на этого человека, они отвечали за эту характеристику. То есть, как говорится, с воздуха написать, что человек хороший, этого мало, потому что, если человек окажется плохой, ты вместе с ним будешь отвечать за эту характеристику. Почему ты, как говорится, дал такую характеристику? Сегодня мы сами видим то, что сотрудников набирают, откуда непонятно, в эту структуру. То есть, отбора даже вот этого первоначального этапа, его я буквально не вижу, но не только я, наверное, другие тоже, наверное, не замечают. Потому что у нас, на самом деле, если YouTube посмотреть, инциденты с полицией, то в некоторых случаях это были действительно кричащие случаи. То есть, там уже надо было просто какое-то служебное расследование начинать и действительно просто привлекать к ответственности за халатное отношение к своей работе. Ну и, в конце концов, вы сами знаете, у нас даже официальная статистика, по сути, можно сказать, белая статистика по коррупционным преступлениям, она тоже там сотрудники полиции, они там занимают первые места. То есть, по всем признакам у нас в полиции проблемы есть. И с этими проблемами уже сталкивается по большей части само население. Ну, происходят какие-то неприятные ситуации. То есть, смерть Дуата Агадилла, она своего рода вилку обнажила. То есть, с одной стороны, полиция не может эффективно бороться с преступностью, а с другой стороны, от нее страдают гражданские активисты. Конечно, полиция отвечает за правопорядок, да, потому что если несанкционированный митинг, надо как-то привлечь. Но здесь же получается вопрос в адекватности. То есть, зачем уводить человека в наручниках и потом он умирает в заведении, где он не имеет права умирать. То есть, там все равно должны быть медицинские работники, должны быть какой-то особый режим, должны быть какие-то дежурные люди. Конечно. И я учусь на такой момент, как получается, что смерть Дуата Агадилла прошла во время, скажем так, взвинченности общества. Ну, то есть, в поселок под Нур-Султаном в плохую погоду, то есть, плохая погода в столице, плохая погода у нас, тоже разные плохие погоды. То есть, пришло больше тысячи человек на похороны. То есть, в соцсетях тоже видно, видно, что люди взвинчены. Я почему-то понимаю, что государство осознает, верховная власть, что люди в настоящее время на большом нерве, и им это все очень сильно не нравится. Да, вы знаете, тут, конечно, сложный вопрос, осознает ли это государство или нет. Но то, что у нас действительно есть такой элемент напряженности или непонимание между государством и обществом, элемент недоверия очень сильный такой присутствует. Он просто уже наблюдается в интернете и под статьями отдельных сайтов тоже можно читать. Просто население буквально не доверяет государству, то есть, любые заявления положительного толка, они действительно вызывают уже не то, что даже критику, а вот, наверное, где-то скептицизм и усмешку, понимаете? То есть, насколько уже, как говорится, ситуация, она зашла настолько далеко. Да, государство, можно сказать, люди, которые сидят, государство же не просто какой-то эфемерный орган, это, конечно же, прежде всего люди, которые сидят на ответственных постах, принимают какие-то решения, за которые должны нести ответственность. Так вот, если посмотреть на то, что у нас делается, да, можно сказать, что государство понимает, по крайней мере, ну, а делает или не делает. Вот, вот, вспомните, вот эти рекомендации, НУСО, да, вот, были по поводу митингов, проведения митингов, были рекомендации по части СМИ, работы их, да, то есть, были рекомендации по поводу партийной системы Казахстана. Но мы, по-моему, одно дело рекомендовать оказалось, другое дело в эту рекомендацию, ее дух, ее содержание в законе как-то отразить, по-моему, потому что у нас, на самом деле... А потом перевести в правопривительную практику. Да, 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 по-моему, я просто, вот, мы сами все буквально видим, что получается так, государство понимает, но реальные шаги, конечно же, мы не видим, да, то есть, это принимается достаточно, опять же, в принципе, закон, его немножко просто подкорректировали, фасад немножко поменяли, вот, ну, то же самое с правоохранительными реформами, то же самое буквально произошло, вспомните, когда у нас были заявлены, почему-то в форме начали больше акцент делать, да, полицейская работа, вот, форму сейчас все поменяет. Ну, здесь то же самое получается, та же самая история, но, что могу сказать, конечно, можно и дальше игнорировать вот эти все факты, все призывы какие-то, настроения в обществе, но, на самом деле, такие процессы, внутри общества, когда они бродят, да, они к хорошему ничему не приводят, понимаете, поэтому, конечно же, надо работать как госдепартамент США на опережение, вот, в этом случае, да, действительно, можно будет, как говорится, куда-то развиваться, куда-то двигаться, тем более, что сейчас ситуация, конечно же, очень сложная, не в плане даже правого поля, но даже в экономике, да, вы поймаете, то, что сейчас очень темпно низкий рост экономики, население, зарплаты уже, как говорится, концы с концами или связь, естественно, все это где-то в чем-то и проявляется, недовольство, да, то есть люди просто уже начинают активно куда-то вмешиваться, какие-то процессы участвуют, да, то есть, вот, пожалуйста, с человеком пришли проститься, да, там, не только родня или что-то такое, да, ну, уже сразу тысячи, как говорится, человек собрались на вот эти, на это мероприятие, то есть, уже люди, в принципе, уже напряжены, действительно, она такое наблюдается. Есть ли надежда, что власть все-таки начнет реагировать на такие вещи адекватно? Ну, в принципе, можно сказать, уже то, что заявления делаются о мирных митингах, да, то, что они необходимы, это действительно так, то, что вот такие заявления делаются, по крайней мере, есть понимание, то, что, в принципе, сегодня мы живем в 21 веке, и в 21 веке люди имеют право высказывать свою позицию, да, ну, ни в коем случае насильственно это не надо, естественно, делать, вот, то есть, для чего это вообще делается в цивилизованном мире, да, то есть, митинги, для того, чтобы привлекать каким-то проблемам, которые... Чтобы слышащее государство могло услышать. Правильно, по-матери, для того, чтобы, не для того, чтобы там улицу громить, ни в коем случае, не об этом идет речь, а для того, чтобы привлечь внимание окружающих к тому, что есть проблемы. У какой-то группы населения есть какие-то сложности в жизни, понимаете, они выходят на улицу и просто начинают где-то обсуждать, где-то говорить об этих проблемах, чтобы, действительно, в обществе понимали, что есть какая-то незащищенная, социально незащищенная, либо в правовой сфере незащищенная группа населения, которым, как говорится, их проблемы надо как-то решить, потому что, сами понимаете, если эта группа не развивается, она начинает маргинализироваться, понимаете, то есть она начинает немножко уже деклассифицировать, понимаете, то есть у нее естественные повадки начинаются вот характерны для вот этих слоев населения, то есть агрессия, насилие, что там еще может быть, просто низкий уровень доверия, вот, госорганов, политической системе Казахстана, понимаете, то есть из этих вещей никогда ничего хорошего не получалось. Государство первый шаг сделало, то есть оно сказало, что митинги это нормально, надо слышать и слушать людей, но когда люди выходят на митинги, получается, нормального отношения к ним нет. И отсюда вот эти вот случаи, как с Дулатом Агадилом. Ну, по поводу того, что, конечно, государство заявило о том, что хочет слышать, это уже хорошо, но по второй части, допустим, вот этих митингов, да, то я думаю, что действительно, здесь я большие вопросы, наверное, и к организаторам митинга, то есть они тоже должны гарантировать того, что этот митинг не перельется во что-то такое нехорошее, но с другой стороны, и работа полиции тоже, она должна быть более-менее корректной. Мы же видим, как в других странах проходят митинги, понимаете, в принципе, никто не вмешивается, митингующие идут, единственное требование от них, не мешать, скажем, тем, кто... Не бить витрины. Не бить витрины и, как говорится, не перегоражать какую-то проезжую часть, быть очень корректной и культурными людьми, понимаете, то есть, если, в принципе, вот эти требования, они соблюдаются, то какие могут быть претензии к этим людям, то есть, в принципе, все нормально. Что касается государства, да, оно хочет слышать, но, понимаете, у нас беда такая, что государство, в принципе, это кто? Это чиновники, бюрократы, да, то есть, и получается, когда государство говорит, хочет слышать, в конце концов, принимаются законы, они не сильно отличаются от того, что были предыдущие. Иными словами, я к чему говорю, вот эти все поправки, все предложения, которые необходимо было, как говорится, обращались к государству, чтобы они приняли, да, они принимаются, почему-то, знаете, министерством где-то, да, где-то в бюрократических кабинетах, естественно, они получаются такие. Поэтому, конечно же, в данном случае, конечно, вот эти законы, вот эти проекты, которые есть, они должны проходить общественное слушание, понимаете, и не приниматься до тех пор, пока вот не будет достигнут консенсус между теми, кто, скажем, заявляет вот эти, скажем, поправки, да, и государством, понимаете, которые, министерством в данном случае, да, которые вот эти поправки должны отразить в своих проектах с законом, понимаете, то есть, когда это идет улица одностороннего движения, то обычно получается то, что получается, да, то есть, предыдущий закон не сильно отличается от того, что предлагают в этот раз. То есть, в данном случае, конечно же, надо немножко расширять, если государство хочет слышать, пусть слышит немножко, пошире аудиторию, пусть эта аудитория тоже принимает участие в подготовке вот таких законопроектов. А до тех пор, конечно, у нас будут, как говорил господин Черномырин, хотели как лучше, получилось, как всегда. Большое спасибо, у нас в гостях был Замир Горожанов, мы разбирались со смертью Дуата Агадила. До свидания. До свидания.